драгоценное к нам присоединился авель станкевич как было провозглашено в этой студии наш большой друг израиль из израиля и я действительно уже анонсировала то что до этого собрания до нашего служения проходила служение исцеления освобождения с участием авеля и в том числе я хотела чтобы еще раз были вознесены молитвы для тех людей кто страдает от повреждения души от нас эти я удивилась вот работая с вашими нужными молитвенными просьбами как много людей в окружении наших братьев сестер верующих страдают от эпилепсии например что это настолько широко распространенная недуг или может быть просто он действительно уже настолько вопиот к исцелению освобождения что довольно часто встречается это просто удивительно да и на самом деле много людей считают что есть какие-то всякие болезни непонятные на самом деле все же понятно бог создал эту землю где не было болезни об этом написано в первой главе библии в последнего библии что болезни нет смерти нет утра всякую слезу и все хорошо но со временем всю дыру детали сатане сатана это всего-навсего обвинитель для ничего такое страшное с рогами которые бегают это то чтобы пытается притянуть наши грехи к нам привязать их на работа там веревкой привести нас на суд в конце в конце времен и сказать виновен и и бог нам вынесет какой-то приговор но писание говорит совершенно четко что если мы уверовали в сына и и приняли отца ради сына мы мы не судимся даже если мы придем на суд то его приговор какой мой длинный не были обвинение комнат бина и не было там она готовная на нем будет стоять печать оправдан крови иисуса христа и мы постоянно даем власти и вот этому самому дьяволу сатане как хотите на за обвинителю врагу тем самым что мы говорим это это вот сатана попутал там без попутал еще что-нибудь но вы знаете мы уже говорили в этой студии об этом иисус должен был уйти он не должен был оставаться здесь не только потому что он должен был умереть на древе да и и своей своей кровью искупить нас в чем написано в писании что мы куплены дорогое цену но он должен был уйти потому что он был во плоти он был он бог но воплоти и он не мог 느낌이 находиться везде и он упросила церковь написано послать утешителя и он пришел сюда для того чтобы облететь обличить мир о правде о суде и о грехе так вот правда заключается в том написано на что чтобы князь мира сего побежден написано то есть когда он побежден две тысячи лет назад на кресте и у него больше нет власти да он пытается продлить свое время он не хочет сильно никуда уходить но власти у него уже нет и вот все эти болезни это просто его происки еще раз напоминаю что мы созданы по образу подобию бога в нас нет болезни в нас нет смерти это не было задумано до существует некоторое разделение между нами и богом потому что адам с евой в свое время не повиновались но на самом деле иисус христос разделение убрал во первых своим приходом в мир во вторых своей смертью в третьих своим воскресеньем и тем что он сегодня является ходатой и он послал сюда и как раз мысли которая вчера была озвучена у нас на служении пенуэл encounter что это великая тайна который пишет павел в послании к римлянам он пишет что была великая тайна которую не знал никто даже сатана что бог в момент своей смерти на кресте моментально вселился во всех верующих и таким образом бог написано что он стал мы стали обладать теми же способностями что обладал иисус и он даже перечислил какие-то способностями расцеление изгнание бесов что мы сегодня называем освобождением до прощением грехов и так далее этого сатана не знал и он он пытался сделать эту ошибку прямо в самом начале его служения он сказал ему сброситься со стены храма тогда бы смерть сатаны наступила в тот же момент он этого не знал и слава богу что он этого не знал больше много учеников научились этому и иисус совершал свое служение здесь осмотреть что происходит мы говорим о том что многие люди не исцеляются не потому что они не могут исцелиться что их там прям крепко туда держит потому что мы начинаем рассказывать богу что у нас есть причины не исцеляться вот глава 5 евангелие от иоанна смотрите что написано в пришел и в купальню бэйтхэзда или в эфизда называется здесь приходит туда иисус и увидел что там лежит человек который 38 лет не мог спуститься в этот бассейн в котором ангел возму возмущал воду и соответственно люди исцелялись него смотрите что говорит иисус увидев его лежащего узнав что он лежит там долгое время говорит ему хочешь ли быть здоров что отвечает больной молочи так господи не имею человек они не имеют человека который опустил бы меня в купальню когда возмутиться вода когда же прихожу другой уже сидит прежде меня я только по этому эпизоду могу сказать что дело происходило в израиле что спросили тебя и что ты отвечаешь спрашивает хочешь быть здоров он начинает пересекать причины почему он до сих пор не здоров хотя иисус пришел к нему и задал ему совершенно конкретный вопрос хочешь ну тот как бы начал отвечать почему он не выздорове но иисус заранее знал что хочет выздороветь и просто сказал встань вот здесь написано встань возьми постель свою и ходи а до этого ходить не мог то есть на самом деле бог пришел сюда чтобы нас исцелить он пришел сказать хочешь быть здоров не надо ему рассказывать почему до сих пор не оздоровились что мы не послалили к врачу не сделали операцию не выпили таблетку еще что-нибудь просто да и все провозглашаете это здоровье на вашу жизнь и все и все эти болезни которые здесь написаны я вам просто мы говорили за этим туристовым в прошлый раз это все симптомы которые просто сатана посылает чтобы мы подумали о том что мы больны простое свидетельство прямо из моей жизни началось служение encounter у нас в четверг вечером начал начались молитвы мы начали молиться за освобождение буквально моментально я начинаю чувствовать что у меня симптомы простуды начинаются там нос горло там начинают глаза слизисты так далее я говорю пастору высота на хочет чтобы я не пришел завтра на служение но надо это дело прекратить многое может молитва праведного всех кого я встречал верующих замолите чтобы я выздоровел завтрашнего не убрать симптомы на следующее утро как рукой сняла слава господу потому что господь хочет чтобы мы исцеляли освобождали прощали грехи и никакие симптомы над этим не властвует в этом берите обетование которое вот здесь написано иисус спрашивает хочешь быть исцелен говорите хочу и все принимайте исцеление верой везде где написано что люди приходили к иисусу спрашивали его можешь ли ты исцелить кого-то он говорил просто так могу иди здоров будешь и они уходили и иисус всегда в конце добавлял вера твоя спасла тебя он не говорил там таблетка твоя спасла ты не говоришь асуна пить таблетки не ходить к врачам не делать проверки все это надо делать однозначно но вера спасает и только верой человек получает спасение во всех сферах своей жизни поэтому я сейчас просто провозглашаю вашу жизнь исцеление я просто провозглашаю что вы не принимаете те симптомы ту ложь которую враг сейчас сеет ваши мысли ваши сердца ваши тела потому что бог сказал что там где он находится нет ни болезни ни смерти и что он от рвать всякую слезу иисус сказал придите ко мне все нуждающие и труждающиеся обремененный обремененные в том числе болезнями придите к иисусу и он исцелит вас успокоит вас потому что это все навсего ложь стороны и еще раз если мы принимаем эту ложь мы даем ему власть но если мы не принимаем эту ложь мы провозглашаем власти иисуса христа в нашей жизни я прямо сейчас провозглашаю если ты сейчас сидишь возле экрана и беспокоишь за своего сына, который болен эпилепсией, и ты не знаешь, что с ним произойдет в следующий момент, когда произойдет следующий приступ. Я прямо сейчас провозглашаю, он свободен от всякой лжи сатаны, верой принимает, потому что он дитя Божье, он Вадим, Духом Божьим, Бог хочет его призвать к себе в Царствие Света и совсем не хочет отдавать его в Царствие врага. Поэтому будьте исцелены, и Писание говорит, возлагайте руки на больных, и они будут здоровы. Мы не молимся за ноги, за руки, за печень, мы говорим, просто приходим, кладем руки на больных и говорим, вы здоровы именем Иисуса Христа. Пусть Господь вас обильно благословит. Аминь.